дорогие мои подписчики и гости канала здравствуйте предлагаю вам связать вот такой носок от миска с пяткой бумеранг а значит здесь 22 петли помочные мы не включаем поскольку они стоят ребром измеряем только 20 петель 87 сантиметров 87 мы сделаем простые измерения вы измеряете свою ногу или ту ногу на которую вы вяжете еще раз повторять делаете то на своей ноге нам нужно вот этот вот обхват измерить 22 сантиметра это у меня получилось для того чтобы нам знать сколько нам сейчас нужно набрать петель наш образец был 22 петли но измеряли мы только 20 и умножить на 22 это то что в объеме ступни мы измерили 20 разделить на 8 и 7 и умножить на 22 получается 50 спицы три с половиной пряжа на ку суперлам спешил 50 процентов шерсти 50 процентов премиум акрил в 100 граммах 200 метров оставляем небольшой хвостик укладываем его на большой палец держим также как при классическом наборе набираем первую петлю вот таким образом набрали первую петлю закинули на спицу затянули на одну спицу подставляем вторую спицу и оборачиваем 8 раз мне нужно 16 петель на каждой спице будет по 8 раз два три 4 5 6 7 8 8 раз обернули повернули работу укладываем рабочую нить вот таким образом на пальцы видите сейчас и вытягиваем ту спицу на которой первая петля таким образом чтобы петли остались на тросике вот так и провязываем сейчас левой спицы все петли лицевыми 8 петель 5 6 7 8 повернули снова подтягиваем спицы вот эта первая петля которую мы делали мы ее скидываем со спицы распускаем укладываем вот таким образом ее поддерживаем и провязываем с противоположной спицы все восемь петель вот так выглядит наш набор сейчас и мы провяжем один ряд без прибавок провязываю полностью один ряд без прибавок с противоположной спицы тоже все провязываем лицевыми петлями на каждой спице у нас по 8 петель и того 16 петель в нашем наборе провязали первый ряд без прибавок снова подтягиваем спицы если здесь тяжело подтягиваться сначала на тросик перенесите противоположные петли потом подтяните петли на спицу и с этого ряда мы начинаем прибавки вот таким образом лучше всего складывать чтобы не было большой протяжки между двух сторон и теперь провязываем первую петлю провязали вот таким образом поднимаем протяжку между первой и второй петлей забрасываем ее на левую спицу вот так она должна выглядеть и провязываем за переднюю стенку лицевой петлей провязали далее 6 петель провязываем с левой спицы не довязывая одной и между последней предпоследней тоже поднимаем протяжку вот так мы ее поднимаем вот так вот таким образом на левую спицу их лучше всего ее закинуть и не вынимая правой спицы провязать лицевой петлей еще одну с левой спицы провязываем лицевой переходим на противоположную сторону видите сначала вытягиваю на тросик переношу и только потом подтягиваю на спицу так удобнее потому что в начале вязания да и поднятые протяжки подтягивают продолжаем на противоположной спицы делаем то же самое одну провязали теперь между 1 2 поднимаем протяжку вот таким образом закинули на левую спицу можно его так вот приоткрыть чтобы удобнее было подхватывать и за переднюю стенку провязываем лицевой петлей сняли со спицы 6 петель провязываем без изменения между предпоследней и последней мы тоже поднимаем протяжку как уже говорила лучше всего удобнее и закинуть на левую спицу вот таким образом и не вынимая правой спицы сразу же провязать за заднюю стенку лицевой последнюю тоже провязываем лицевой петлю собственно говоря теперь мы будем чередовать ряды с прибавками и без прибавок сейчас ряд без прибавок его провязываю потом следующий ряд опять с прибавками и так мы будем видать до тех пор пока не наберем наше количество петель которые мы сделали при расчетах судя по всему у меня должно получиться 48 петель я надеюсь что у вас все получилось то есть вы понимаете что мы делаем прибавки между 1 2 петлю и на одной спице между последней и предпоследней через ряд на каждой спице мы делаем вот таким образом вот в этом месте и вот в этом промежутке мы поднимаем протяжки до того момента подсчитываем петли до пока вы не наберете то количество петель которые мы делали при расчете то есть мне нужно было около 50 петель у меня сейчас 48 на каждой спице по 24 мне этого достаточно а вот где-то возле вашей расчетные цифры вы тоже остановитесь петли нужно конечно же постоянно пересчитывать значит если вы хотите чтобы ваш сок был более тупой вот чем мой мой будет остренький у вас например широкая стопа или просто широко расставлены пальцы тогда вам нужно будет делать набор вот я оборачивала спицы при наборе 8 раз вы например оборачиваете спицы 10 раз тогда у меня было 16 петель в общей сложности на каждой спице по 8 у вас будет 20 петель если хотите детально посмотреть этот набор ссылку я оставлю в инфобоксе только там я начинаю прибавки делать сразу а потом уже провязываю без прибавок ряд можно сделать и так и так но мне кажется что вот сначала провязать один ряд без прибавок а потом уже делать прибавки как-то мне этот вариант нравится больше значит вот сейчас когда я уже подошла к той самой цифре до необходимой мне вокруг стопы которые мы делали обмер значит я начинаю просто вязать по кругу я не буду маркер вешать на начало ряда если вам нужно нужно обозначить вы не вешайте вы сюда вам будет неудобно постоянно он будет падать у вас где-нибудь вот смотрите между этих петель первые последние да и теперь просто вяжем по кругу до вот этого момента который сейчас обозначен на фотографии просто провязываем по кругу без прибавок и вяжем до подъема я довязала сейчас вот до того момента который был на фотографии до подъема теперь на каждой спице у меня по 24 петли например у вас вы подошли к началу ряда я вот начну сначала ряда носки у меня будут без разделения на левый и правый поэтому вижу я абсолютно одинаково значит вот у меня 24 петли для того чтобы сейчас начать пятку бумеранг 24 петли я делю начать на три и у меня получается 8 ровно 8 вот три части будет 888 если у вас например была цифра 23 вы делите ее на три у вас получается 7 и в остатке 2 в таком случае у вас будет 7 по краям а в среднюю часть вы прибавляете 29 это к примеру я говорю у меня все делится ровно поэтому начинаем пятку бумеранг вязать мою будем сейчас поворотными укороченными рядами на одной половине подтягиваем спицу с противоположной стороны и провязываем всю эту сторону по узору до конца ряда провязали всю сторону провязали последнюю петлю снимаем первую петлю и подтягиваем ее спереди назад до образования вот таких двух дужек и провязываем практически до конца ряда изнаночными петлями сейчас у нас поворотные ряды не укороченные провязали до конца ряда повернули работу на лицевую сторону снимаем первую петлю видите поскольку вижу классикой я ее разворачиваю кто вяжет бабушкиными она у вас стоит вот таким образом вы снимаете просто сверху я классику свою разворачиваю петлю и теперь спереди сзади наперед подтягиваю вперед и и тоже до образования двух дужек и теперь всю лицевую сторону мы провязываем до конца до подтянутой петли на противоположной стороне которую мы сделали и вот таким образом по одной петле каждый раз мы будем еще подтягивать укорачивая ряды каждый раз каждой стороны по одной еще на одну петлю провязали провязали последнюю петлю у нас осталось на правой на левой спице сейчас подтянутая петля и и мы не трогаем оставляем на правой спице поворачиваем работу снимаем первую петлю с левой спицы подтягиваем до образования двух дужек спереди назад теперь у нас на правой спице уже подтянута две петли мы укоротили ряд теперь уже на две петли провязываем изнаночную сторону точно также до подтянутых петель до подтянутой петли пока у нас он она еще одна будет 2 смысл состоит в том что мы должны получить с каждой стороны вот таких подтянутых петель по 8 и средний 8 мы не затрагиваем для укорачивания это неизменные неизменная средняя часть провязали еще одну осталось у нас на левой спице только подтянутая петля вот таким образом ее лучше рассмотреть видите как она выглядит оставляем ее на спице поворачиваем работу на лицевую сторону снимаем петлю развернув подтянули сзади наперед теперь у нас и с этой стороны ряд укорочен на две петли провязываем лицевую сторону до конца ряда до двух подтянутых петель провязали не трогаем две петли оставляем их поворачиваем работу снимаем одну петлю с левой спицы подтягиваем впереди назад теперь уже на 3 петли мы укоротили ряд и далее провязываем также до подтянутых петель провязали изнаночную сторону еще одна петля 2 петли осталось не трогаем их поворачиваем работу на лицевую сторону развернув петлю сняли на правую спицу и сзади наперед подтянули с этой стороны мы тоже укоротили на 3 петли и таким образом мы будем укорачивать пока с каждой стороны у нас не останется по 8 вот таких вот подтянутых петель далее вы сейчас действуйте точно также доходите до подтянутых петель дошли до них оставили их на спице развернули на другую сторону снимаем первую подтягиваем и далее точно также провязываем до подтянутых петель оставляем их на спице разворачиваем работу подтягиваем еще одну петлю пока с каждой стороны не подтянем по 8 петель и встретимся с вами значит считаем вот сейчас я дошла до того момента на лицевой стороне провязала я среднюю часть 1 2 3 4 5 6 7 не провязала еще одну петлю провязываю поворачиваем и у нас остается вот она еще раз мы снимаем петлю подтягиваем спереди назад теперь у нас 8 петель на 8 петель мы укоротили с одной стороны провязываем раз два три 4 5 6 7 8 вот у нас еще одна петля с этой стороны раз два три 4 5 6 7 провязываем вот эту вот еще одну петлю теперь снимаем ее подтягиваем сзади наперед и с этой страну у нас раз два три 4 5 6 7 и теперь 8 слетела петелька и теперь 8 петель подтянутых и провязываем неизменных 8 петель про которые говорила 2 3 4 5 6 7 8 вот теперь у нас 8 петель с правой стороны подтянута с левой стороны и средняя неизменная часть 8 петель теперь мы должны вот эти вот мы подошли к этим петлям к 8 теперь мы уже должны их вот в этот раз провязать рассмотрим видите как они выглядят вот это вот не тянет вправо вот мы их сейчас провязываем вот таким образом под вот эти вот две дужки за передние стенки под обе под обе подхватили и провязали лицевой петлей снова очень внимательно не подхватить и под под две дужки у вас получится совершенно другая петля дырявая и некрасивая поэтому подхватываем под две дужки под 2 провязали по 2 провязали убедились что по 2 подхватили провязали 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 теперь вы дошли до конца ряда но у нас еще с другой стороны тоже не провязаны такие же петли мы сейчас ряд вяжем по кругу продолжаем мы вязали поворотными сейчас нам нужно ряд провязать по кругу чтобы подойти к этим петлям провязываем провязываем по кругу заканчиваем этот ряд провязали по кругу закончили ряд по кругу подошли снова к началу ряда сейчас перед нами петли которые мы подтянули но еще их не провязали все вот они перед нами видите да так и снова и сейчас мы должны провязать рассмотрим их внимательно а вот они у нас выглядят по-другому видите здесь они выглядят здесь получается правые стенки у нас стоят позади поэтому провязывать будем лицевыми за задние стенки точно так же подхватили под обе дужки провязали хорошенечко подтягиваем начало ряда чтобы у нас здесь никаких дырок не образовывалась так снова подхватили под обе дужки внимательно провязали лицевой за заднюю стенку так провязываем вот эти потянутые петли туго очень туго подхватили провязали подхватили под обе дужки провязали лицевой за заднюю стенку так провязываем все вот эти петли так это видимо 8 до правильно 8 петля она немножечко подтягивает следующую лицевую вместе их не прихватить и разделить и вот таким образом под обе дужки провязали лицевой лицевой петлей далее у нас восемь лицевых неизменных 3 4 5 6 7 8 вот это средняя часть и теперь мы должны еще один круг пройти полностью того у нас получилось чтобы провязать вот эти вот петли мы проходим два полных круга вяжем по кругу сейчас уже второй круг у нас пошел подтягиваем вот так вот между собой затягиваем чтобы у нас нигде особых дырок не получилось провязываем по кругу идем к началу ряда где у меня зеленый маркер сейчас провязали круг вернулись к началу ряда мы укорачивали ряды а теперь мы их будем удлинять и действовать будем немного по-другому эти вот уже пяточка образовывается у нас подтягиваем друг другу петли вот таким образом значит и сейчас провязываем 8 петель которые мы будем удлинять но с другой стороны мы это будем делать так 6 7 8 8 петель которые мы не затрагиваем для укорачивания среднюю часть так 4 5 6 7 8 8 ч 8 средняя часть остается 8 петель проверим 8 мы провязываем одну петлю поворачиваем работу у нас на этой спице 7 петель снимаем эту петлю на правую спицу сейчас и подтягиваем до образования двух дужек провязываем изнаночную сторону вот таким образом раз два три 4 5 6 7 8 значит довязываем среднюю неизменную часть это 8 петель проверим где подтянута раз два три 4 5 6 7 8 теперь провязываем вот из этих 8 которые мы на которой мы удлиняем ряд провязываем одну поворачиваем работу снимаем на правую спицу и подтягиваем сзади наперед провязываем среднюю часть неизменную провязали подошли мы к подтянутой петли и вот в этот раз мы каждый раз их будем провязывать провязали ее видите как она выглядит правой стенкой впереди провязываем сподобие дужки туго провязываем еще одну петлю поворачиваем работу на изнаночную сторону повернули снимаем и подтягиваем спереди назад до образования двух дужек провязываем среднюю часть то есть теперь у нас ряды становятся длиннее прошлый раз они у нас становились все короче короче сейчас длиннее значит вот мы подошли к подтянутой петле вот посмотрите как она выглядит видите и он нам сейчас нужно провязать изнаночной петлей мы сделаем это вот как переносим вперед нить под обе дужки подхватываем задние стенки для провязывания изнаночной петли я провяжу бабушкиной так проще пока буду выкручивать классическую у меня слетит одна душка провязала бабушкиной сейчас провязываю еще одну петлю с левой спицы то есть у нас здесь должно остаться уже шесть развернули на лицевую сторону работу снимаем ее на правую спицу и подтягиваем сзади наперед я ее провязала бабушкиной поэтому сейчас провязываю за заднюю стенку в следующую петлю провязали провязываем среднюю часть до подтянутой петли дошли до подтянутой петли провязываем ее лицевой за под переднюю обе дужки подхватили провязали еще одну взяли петлю после нее повернули работу на изнаночную сторону сняли подтянули провязываем изнаночную сторону до подтянутой петли так вот еще одна петля провязываем вот подтянутая петля переносим нить вперед подхватываем под обе дужки задних и провязываем бабушкиной петлей подобие дужки хорошенько подтягиваем против провязывать эти петли нужно туго провязали подтянутую петлю еще одну петлю захватываем с левой спицы теперь уже пять петель осталось поворачиваем на лицевую сторону перевернула петлю сняла подтянула сзади наперед видите помните что мы провязали бабушкой им петлю поэтому за заднюю стенку я провязываю на лицевой стороне провязываем среднюю часть неизменную до следующей подтянутой петли и таким образом каждый раз мы будем ведь ей провязываю за передние обе дужки провязала каждый раз увеличивая на одну петлю остается уже четыре снимаем подтягиваем и далее провязываем заднюю изнаночную сторону провязали дождь до подтянут нет еще вот она изнаночная никогда не перепутайте поверните на другую сторону вот подтянутая значит еще вот одна петля провязываем ее мы снова провязываем за задние две дужки подхватив обязательно под две дужки видите если не провязать по 2 петля слетит получится дыра дырявая такая петля получится провязали далее провязываем еще одну с левой спицы далее показывать я вам уже не буду до последней петли последние петельки я покажу не забывайте что если провязываете бабушкиной то в таком случае на лицевой стороне провязывайте заднюю стенку доходим уже практически до конца образования пятки вот сейчас у меня осталось на лицевой стороне одна петля я провязала подтянутую петлю провязываю последнюю лицевую поворачиваю работу снимаю ее подтягиваю спереди назад хорошенечко подтягиваем прям туго и провязываем изнаночную сторону до подтянутой петли следующего ряда на следующей стороне на противоположной подобие дужки провязываю изнаночные помогаю себе пальцем придерживаю дужки провязываем последнюю изнаночную на этой стороне поворачиваю работу провязала я ее бабушкины поэтому не развернув снимаем подтягиваю последнюю петлю с этой стороны тоже провязываю бабушкины поскольку провязала изнаночную бабушкины далее провязываю до подтянутой петли на противоположной стороне мы ее должны сейчас провязать последняя петля провязываем ее заподобие дужки и теперь мы провязываем круг полностью у нас осталась одна не провязанная подтянутая петля с другой стороны провязываем по кругу подошли к началу ряда нам нужно провязать оставшуюся петлю первую в ряду подтянутую надо ее рассмотреть она одна осталась провязываем за заднюю стенку видите как она выглядит провязываем за заднюю стенку подобие дужки и и подхватили и провязали лицевой петлей хорошенечко затянув далее вяжите по кругу несколько рядов лицевой глади теперь мы закончили формировать пятку и провязываем несколько рядов лицевой глади давайте рассмотрим пяточку сейчас и движу так провязала пяточную часть давайте мы посмотрим что у нас получается вот наша пяточка собственно говоря я надеюсь вы все поняли что разницы вязать пятку сверху вниз и снизу вверх нет никакой сначала мы ряды укорачиваем а потом удлиняем для тех кто первый раз смотрит вот сейчас я попытаюсь кое-что вам пояснить вот смотрите что мы делали сначала до сначала мы ряды укорачивали то есть мы их вязали полный ряд потом меньше 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 пока не дошли до неизменных 8 петель в обратную сторону мы действовали по-другому мы сначала вяжем вот так чуть подлиннее чуть подлиннее чуть подлиннее чуть подлиннее пока не дошли до того количество петель которое у нас было я провязала сейчас 6 рядов лицевой глади по кругу начинаю резиночку у меня количество петель которая делится на 4 поэтому я могу взять резиночку 2 на 2 что я и сделаю вы же в свою очередь смотрите какое количество петель если она не делится на 4 вяжите резиночку один на один к примеру значит резинка 2 на 2 лицевая лицевая изнаночная изнаночная лицевая лицевая изнаночная изнаночная так вы вяжете по кругу той высоты резинку которая вам необходима как ну который вам приемлемо которую бы вы хотели видеть я провязываю свою резиночку и в конце покажу вам как закрыть резинку так продолжаете вязать соответственно над лицевыми лицевыми на изнаночными вяжите изнаночные петли провязала 6 рядов резинки 2 на 2 я буду делать перекресты вот такие вот я сделала перекресты на одном носке не с целью украсить резинку а с целью ее немножко стянуть как я это делаю я покажу быстренько очень быстренько через 6 рядов я делаю через одну такие перекресты потом один ряд провязываю без перекрестов и еще один раз перекрестками потом снова 6 рядов я провязываю без всего и через одну делаю уже на других то есть видите они чередуются и только для тех кто вдруг захочет вот прям скопировать значит делаю прям с 1 вот таким образом подхватываю меняя местами петли и провязываю лицевыми 2 изнаночных 2 лицевых без перекрестов 2 изнаночных далее снова делаю перекрест подхватываю сзади петлю переставляя провязываю лицевыми 2 изнаночных 2 лицевых без перекрестов 2 изнаночных вот таким образом я действую следующий ряд провязывается просто как резинка 2 на 2 и следующем ряду вот через ряд снова делаю в этих же местах перекресты также будет и через 6 рядов то есть когда мы это все провяжем сделаем вот здесь был один перекрест один ряд без перекрестов и следующем ряду еще один перекрест далее 6 рядов я провязываю без перекрестов и снова делаю то же самое ряд перекрест только уже в другой в других лицевых и один ряд без перекрестов и снова один перекрест снова 6 рядов и закрытие и самый простой и очень эластичный способ закрытия вот резинки именно для носков она ведь должна быть закрытие должно быть очень эластичным чтобы нога проходила да вот самый простой какой я знаю это перед лицевой накид делаем на себя вот у нас сейчас лицевая сделали накид на себя провязали лицевую и протянули через накид лицевую лучше я с обратной стороны подхвачу протянули так снова накид на себя поскольку лицевая лицевая и протягиваем через накид и предыдущую сразу же далее у нас изнаночная делаем накид от себя провязываем изнаночную и протягиваем через накид и предыдущую петлю снова накид от себя перед изнаночной провязываем изнаночную и протягиваем через накид и предыдущую способ этот очень эластичные для носка вполне очень даже подходит вот таким образом закрывайте до конца ряда так вот последняя петля у нас закрыта значит нужно теперь вот она последняя эти значит а дальше пошли 2 лицевых которыми 1 закрывали вот давайте поднимем дальнюю стенку первой петли и сделаем то же самое с ней как с лицевой на себя дабы соединить последнюю первую и точно так же как мы поступали с лицевыми протягиваем вот таким образом соединили то есть последнюю первую петлю можно еще раз провязать и дальше иголочкой вряд лицевых спрятать все довязали мы носочек надеюсь это видео было вам полезным ставьте пожалуйста лайк не забывайте канал вяжем вместе с марину всего доброго